Всем привет! В эфире «Заметки о Чаркесии» и сегодня мы в гостях у Мадина Хушта, поговорим сегодня об основных этапах исторического развития на побережье Черного моря в Краснодарском крае, в частности, в регионе Сочи, Большого Сочи. И начнем, я думаю, с не самого древнего этапа, потому что там много вопросов. Наверное, такой более-менее ясный этап – это Пасхорское царство, это, скажем так, период, который более-менее освещен, понятен, и с него начнем сегодня поговорим. Здравствуйте! Я представляю тех людей, тот народ, который изначально жил на территориях Сочи, Черноморского побережья, Среднегорной части, в долине Шахе. Это совсем же точная привязка. Зовут меня Мадин, я житель Большого Кичмая из Шапсугов. Как сказал Виталий, мы хотим поговорить сегодня о основных исторических периодах, в которых задействован был население нынешнего Сочи. Чтобы было понятно, я хотел осветить эти темы, некоторые фрагменты по истории. Популяризация. Да, популяризация, так называемая. Коснемся в этой беседе эпохи Баспора. Баспор – это название, которым характеризуется Баспорское царство. Баспорское царство образовалось, скажем так, в 380 году до нашей эры, в первые упоминания. Баспорское царство является производным от торговых, скажем так, факторий или точек, или мест, которые находились на берегу Черного моря и столицей всех этих торговых, скажем так, городов, небольших городков. В итоге потом стал Пантикопей, Керчь, нынешняя Керчь. Как называли его пролив, Баспорский пролив, это Баспор Кемерийский, так называли его эллины. И вот это царство имело свое летое числение. В него входили большие торговые города, в которых осуществлялась торговля между местным населением адыгских племен и, скажем так, эллинистическим миром вначале. И позже с Римом и с тем же самым царством Баспорским. Ну, поясним, что ты немножко уточнил. Рим имеется в виду, почему здесь рекомендатор Рим был. Потому что Рим в поздние годы существования Баспорского царства он мог его фактически подчинить полностью, включил свой состав. Да, именно так. Потому что это был, так сказать, жирный кусок. Очень выгодная торговля в том, что она провелась с местными племенами, в частности, их, так сказать, прото-адыгами, теми, кто являлся тогда Меотами, Синдами, Киркетами, Торетами, Псесами и прочими названиями их называли со стороны. Там еще момент такой, что торговля же шла... Почему важность такая? Потому что Таманский полуостров через него проходил основной торговый путь с Азией и вообще, в принципе, и для Рима, и ранее для Баспорского царства, для всего Средиземноморья. Это был ключевой международный торговый путь, который исчез, если не ошибаюсь, только в последние годы существования Крымского ханства, когда оно включено в Российскую империю. Да, именно так. И вот, скажем так, если коснуться теперь той темы, которую мы хотим озвучить, это территория нынешнего Сочи, в частности, Лазаревского и его района, по которой я могу говорить ответственно и, так сказать, со знанием истинной информации по этому поводу, все эти территории, вот Лазаревский, в частности, в котором изначально вели свою историю шапсуги и убыхи, которых позже так называли. Ранее, конечно, у них были другие иноназвания, которые присваивались там, скажем так, историками, какими-то торговцами, там, какими-то военачальниками и летописцами и прочее. Это были шапсуги и убыхи, это долина Шехе, скажем так. Эти люди были очень плотно привязаны экономически, военно-политически к Босфорскому царству и к царям Босфора. Скажем, если привести один только лишь факт, что наибольшее распространение, скажем так, денежных единиц – это статоры. Статоры – это денежная единица Босфорского царства, ну, равносильно, как сейчас, тысяча рублей номинал. Статоры в основном всех царей Босфора, начиная с Рискупорида, Саврамата, Котиса, Ремиталка и так далее, всех этих царей, они были популярны здесь. Каким образом они оказывались тут? Я поясню. Эти денежные монетные единицы, номиналы попадали сюда, в страну Зихов и убыхов, они попадали одним простым способом. Это были эмиссии. Эмиссии, которые специализированно присылались сюда тому воинскому сословию, тому той воинской силе, которая находилась здесь в то время. Так как экономически, скажем так, заинтересовать Босфор какими-то товарами или же какими-то материальными ресурсами этих мест было очень трудно. Почему? Потому что нет таких территорий, на которых можно выращивать много зерновых культур, нет таких пищевых ресурсов, здесь невозможно создать, которыми... Излишков. Да, излишков, да. Потом в металлическом варианте, скажем, добыча железа, предположим, или бронзы, производство бронзы, это тоже было не очень-то интересно. Поэтому одно оставалось только, самый востребованный товар, если можно так говорить, это были услуги наемничества, воинские услуги. Эти люди, которые были здесь, как и впрочем в последующие времена, они были заняты в основном своим сельским хозяйством, скотоводством земледелия. И попутно с этим воинское искусство всегда преподавалось здесь. И, так сказать, люди отсюда, мужчины, которые достигали определенной зрелости и материального состояния, скажем так, железо ковалось здесь, выплавлялось здесь, оружие производилось здесь, и с этим оружием, с этим железом они вступали, если так можно выразиться, в ряды воинов, наемников, царей Боспора. Те с удовольствием платили за это, скажем так, монетой, изделиями, тем же оружием, предметами роскоши, атрибутами власти даже. При Черноморске, адыги в частности, территории описываемые здесь, они участвовали в этих сражениях, битвах и так далее. И вот такая взаимосвязь здесь была. И вот одним из самых востребованных, так сказать, царей Боспора, которые были здесь, это был Котис Третий. Котис Третий относится к династии, точно не помню, это можно уточнить, если при желании. Котис Третий, потом Саврамат. И вот некоторые из царей персонально почему-то очень так были, скажем так, лояльно относились к зихам, скажем так, и убыхам. Почему? Скорее всего, это были какие-то политические, военные цели. Не потому, что кто-то кому-то нравился чисто как человек, просто у этих царей были, видимо, какие-то амбиции, которые необходимо было удовлетворять военным способом и так далее. Скажем, Котис Третий, который правил Боспором с 227 года по 234 год нашей эры. По Боспорской эре, там другие даты, конечно, стоят, но он был одним из последних царей, вернее, даже последним царем Боспора, который поддерживал, нуждался в услугах наемников, которые нанимались на эту воинскую службу именно с этих мест, с Лазаревского района города Сочи. Я не буду распыляться где-то по другим территориям, за другие территории пусть кто-нибудь другой расскажет. А здесь вот именно было так. После Котиса Третьего мир рухнул, все закончилось. Это произошло в 325 году, по-моему, когда восточные германцы, готы, они пришли, мягко говоря, и... Или Боспорское царство. Да, Пантикопей был разграблен и разрушен. И вот после этого Боспорское царство как таковое, как административная единица и как некое единое целое перестало существовать. Но это не говорит о том, что, скажем, адыги побережья перестали существовать или стали хуже или лучше. Они просто... просто эмиссии прекратились. Просто пришли другие, скажем так, времена. И в этих временах появилось новое действующее лицо. В лице Готов. Готы, восточные германцы, восточные германцы. Очень воинственный народ, который нуждался в ресурсах удовлетворения своих территориальных, там, военных, каких-то еще амбиций. Они были очень сильные воины. И я думаю, что знакомство Готов с Зихами и причерноморскими адыгами состоялось в определенном моменте. Готы не претендовали и тем более не в состоянии были просто что-то откусить от причерноморских адыгов, от территории в частности. По нескольким причинам. Основная причина в том, что они просто увидели перед собой ничуть не меньшую силу и, скажем так, возможность в военном плане, что отобрать у, скажем, тех же Зихов что-то. Это было равносильно, я не знаю, самоубийство. Поэтому Готы по пути в Диаскурию, то есть Сухуми нынешний, им захотелось еще и Сухуми разграбить, тот богатый того времени. По пути в Диаскурию они известили, конечно, тех же самых Зихов. С целью чего? Чтобы поучаствовать в этом деле. Ну, это произошло где-то после 325 года. Все-таки поход состоялся. Готы на торговых корабликах с помощью босфорских этих самых купцов, торговцев. Ну, любой купец, понятно, что это вряд ли это воин, это всего лишь, ну, грубо говоря, некий перевозчик всего лишь. Эти перевозчики отвезли Готское воинство в Диаскурию. В Диаскурии их встретили хорошо и сами торговцы уплыли на корабликах обратно. Готы остались брошенными и их практически там перебили всех в первом походе. После этого они все-таки собрались снова и предприняли второй поход. Диаскурия была разорена. И в этом моменте наступает среди Зихов, среди Убыхов, наступает период, так сказать, некоего затишия. То есть непривязанности к какому-либо центру большому в виде империи. И в этот момент, самое интересное, этот факт на самом деле не очень освещен в истории, в этот момент появляется так называемая денежная единица в стране Зихов, в частности. От долины реки Дагамыс до территории Туапсе. Вот на этой территории возникает денежная единица. И эту единицу сейчас в археологии называют подражание римскому динарию. Томанское подражание римскому динарию. То есть монета, изготовленная из плохого сплава, из медного сплава, из очень плохого, она подражает динарию, который, ну, римские динарии, они, скажем так, как платежная единица какая-то, существовали уже в то время. И, скорее всего, местная знать верхушка в быстрых, да, по-быстрому, в быстрых темпах начала печатать подражание той денежной единицы для того, чтобы все-таки можно было как-то общаться в экономическом плане, внутри себя. То же самое произошло, скажем так, в более северных районах Черного моря. Подражание. Эти подражания даже возникли в районе, если я не ошибаюсь, нынешней Болгарии, то есть прибрежных частей. Там, где были племена, привязанные к империи. Да, это все происходило уже в тот момент, когда, в то время, когда Рим практически уже номинально подмял Босфор под себя. Это, ну, в конечном этапе его развития. И вот, еще хотелось бы сказать, что существуют характерные, скажем так, дизайнерские подходы к оружию, к бытовым предметам, предметам украшений, предметы импорта существуют, которые характеризуют эту эпоху в среде, скажем так, зихов. Они будут представлены визуально чисто в ходе доклада. И, конечно, хотелось бы некий итог подвести этому. С наступлением 4 века, второй половины 4 века, после 350-х годов, положение тех народов, в частности, адыгов, причерноморских адыгов, которые привязаны были сильно к Босфору, но их экономическое и военно-политическое, скажем так, положение или структура всего этого, она, конечно, разительно поменялась. Поменялось в том плане, что, скажем, если смотреть по материальной культуре того времени, то сразу видно, что импорт как таковой, который поступал с центра, скажем так, импорт, он очень уменьшился в своем объеме и составе. Потом те предметы быта или украшения или еще какие-то особо ценные предметы, они все хранились долго, могли храниться долго. Потому что понятно было, что ожидать уже такого уже не стоит. Хотя местная металлургия, местное гончарное производство, кузнечное дело, все было развито полностью, люди удовлетворяли свои потребности, как говорится, в этом сполна. Но, тем не менее, некий псевдокризис был налицо. Затем наступило постепенно, к четырехсотым годам, скажем так, к началу правления Анастасия. Анастасия, да, и вот это отдельная история, про это нужно будет осветить позже. Ну, по этой части, наверное, все по-разному. Все, на этом все, продолжаем следующие выпуски про резиденте.